Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». И мы с вами подходим уже к завершению 57-го псалма. С одной стороны, мы подробно видели размышления Давида о нечестии, о тех причинах, что даже уже в утробе происходит определенное заражение. А потом эти люди начинают носить это по земле, коварство, распространять его. И для окружающих этих людей очень могут быть тяжелые последствия, потому что коварство на то и коварство, что оно не на поверхности. Его измышляют, к нему готовятся, его формируют, а потом выдают. И человек может попадать в него совершенно безмятежно, живущий на земле и не предполагающий, что коварство его где-то подстерегает. Но мы с вами для того и изучаем Священное Писание, чтобы нам быть мудрыми, чтобы нам быть предусмотрительными и подготавливаться к тем событиям, которые мы даже еще и не ждали. Но когда мы уповаем на Бога, то Он это делает в нашей жизни. Он уже, Учитель Совершенный, дает нам проходить какие-то этапы на этой жизненной дороге с очень, так скажем, добрыми последствиями. И если мы знаем, оборачиваясь на свою жизнь, мы можем обнаружить, какие Учителя были даны нам, какие тренеры, какие Учителя. Если где-то вам кажется, что слишком жестко, слишком много от вас требовали, то надо понимать, что почему-то Бог дал нам таких Учителей, почему-то Он в нашу жизнь привел тех, кто был достаточно жесток в чем-то, но сформировал жизнестойкую позицию. И это оказалось необходимым для того, чтобы сейчас прожить какие-то ситуации и обстоятельства. То есть ведь Бог нашу жизнь видит наперед. Он не видит просто отдельный фрагмент, отдельный пазл, а Он смотрит целиком. Мы с вами проходим шаг за шагом, и поэтому то, что мы видим в своей жизни на сегодняшний день, мы видим уже то, что прошло и то, что есть в данный момент. А Бог видит жизнь на сто процентов, как старт, так и финиш, так и середину ее. И поэтому, когда мы с вами внимательно в Его присутствии рассматриваем свои этапы жизни, вдруг начинаем замечать закономерности. Ах, вот, оказывается, почему то или то пришло в мою жизнь. Вот чему меня Бог обучал именно в этом этапе. Но тогда, когда уже мы разбираемся с исследованием собственной судьбы и можем отличать окружающую опасность, то что мы видим на финише этого псалма? Возрадуется праведник. Вдруг заговорил Давид о праведнике. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, а моет стопы свои в крови нечестивого. С одной стороны, он не будет разбираться с нечестивым. Это не удел праведника уничтожать нечестивого. Господь с этим разберется сам. Но праведник пройдет дальше, чем тот, кто был нечестивый и пролил свою кровь в силу каких-то ситуаций и обстоятельств. Потому что Господь пришел своим отмщением. Я не хочу сказать, что с каждым человеком так происходит, потому что и кровь праведника проливается. Но везде на своем месте у Бога есть свои весы и свои определения. В данном случае мы говорили о категории нечестивых людей. И они обязательно войдут в плод своего нечестия. И поэтому финиш из жизни он будет об этом говорить. И, соответственно, то, что мы здесь читаем, когда Давид говорит, что праведник возрадуется, он все-таки поймет, что есть воздаяние. Воздаяние есть нечестивым, но воздаяние есть и праведным. Но здесь мы пока говорим о нечестивых, что он и праведник тогда увидит отмщение, а моет стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек, подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Подлинно есть плод праведнику, и есть Бог, судящий на земле. Так завершается этот псалом. Поэтому я хочу, друзья, чтобы мы реально поняли, Господь дарит нам новую жизнь, потому что плод праведнику есть. И новая жизнь — это не жизнь от этих принципов мира, а жизнь от принципа божественного присутствия в нашей жизни. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что есть плод праведнику. Есть плод праведнику, и мы принимаем этот плод в свою жизнь. Мы принимаем его в свою судьбу, и мы говорим, верен Бог. И если есть отмщение нечестивым, то есть плод праведнику. И мы принимаем его. Мы принимаем в свою судьбу все, что Ты предназначил, чтобы возмездие, которое идет перед Твоим лицом, оно пришло в нашу жизнь полным объемом и полным масштабом. Да будет так, по могуществу Твоей славы, во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok